В каком состоянии сейчас наши аппараты искусственной вентиляции легких? Поручение провести их инвентаризацию дал президент. Сегодня премьер Мартынов объехал несколько медучреждений. И одним из вопросов как раз было состояние ИВЛ. В каком состоянии аппараты искусственной вентиляции в республиканской больнице? Премьер проверяет оборудование. 29 аппаратов ИВЛ были в нерабочем состоянии. Четыре из них уже отремонтировали. Их отправят в Слободейский госпиталь. Всего в Приднестровье более 70 аппаратов ИВЛ готовы к работе. В ближайшее время вернут в строй еще 19. Действовать нужно оперативно. Процесс не может быть растянут. На месяц, на два месяца этого времени нет. Нам надо определиться, рассчитываем мы на них или не рассчитываем. Если рассчитываем, это одни возможности системы здравоохранения. Если мы на них не можем рассчитывать, мы понимаем, что есть в наличии. И работаем по другим каналам, для того, чтобы этот дефицит восполняли. Аппараты ИВЛ готовы чинить наше предприятие. Бендерский машиностроительный завод, прибор, электромаш и хай-тек. Ну а само приемное отделение РКБ отремонтировали в конце прошлого года. Средства из фонда капвложений. Оснастили всем, к примеру, теми же рециркуляторами воздуха. Сюда и в травмпункт ежедневно поступает порядка 70 пациентов, в том числе с подозрением на коронавирус. Главная цель – не допустить распространения инфекции. В РКБ в начале недели закрыли пульмонологию. Вместе с другими пациентами там лежал больной с диагнозом коронавирус. Теперь все, кто там работал, под наблюдением. В санатории в Днестровске. Бывшего главврача и его зама отстранили от работы. Ситуация под контролем. Стабильные средства индивидуальной защиты фактически в полном объеме. Это касаемо масок, это касаемо перчаток. Комбинезоны, которые учатся на наших предприятиях, мы получили в количестве 166 штук. Выдано на те отделения, которые непосредственно имеют контакт с подозрительными пациентами. Это начиная приемное отделение, отделение реанимации трав, пункт рентген, кабинет. И отделение, которое сейчас расформировано и принимает пульмонологических пациентов. И еще об объектах капвложений. Здание судмедэкспертизы планируют закончить в ближайшие месяцы. Отремонтируют терапевтическое отделение и пищеблок. Построят кислородную станцию. Сейчас в условиях ЧП все проведенные работы способствуют сохранению жизни и здоровья наших граждан. В этом году программа по фонду капитальных вложений, скорее всего, будет профинансирована не в полном объеме. Но с депутатами Верховного Совета удалось прийти к общему решению, что по тем объектам, которые касаются Минздрава, работы и финансирование будут продолжены в полном объеме. Даже несмотря на кризис, несмотря на чрезвычайное положение. Поэтому двигаемся вперед. В Бендерах сейчас ремонтируют приемное отделение в горбольнице. Продолжают работать и в детской больнице.